всем привет друзья с вами снова аквамен ну а кто же еще и собирать мы сегодня будем супер устройство которое избавит вашу воду от бактерий от спор водорослей в общем то сделает ее безжизненно чистый так ведь мы уже два стерилизатора целых собрали да собрали они были разные и этот подход будет колоссально отличаться от предыдущих двух нам понадобится кварцевая трубка вот такая вот замечательно которую я изъял из нежизнеспособной микроволновой печи их там было две найти такую кварцевую трубку можно в медицинских магазинах нам также понадобится ультрафиолетовая лампа в данном случае у меня вот такая вот лампа я надеюсь что она ультрафиолетовая и надеюсь что она рабочая на самом деле нет она не рабочая это я вам слишком забегая вперед скажу вот этого технологии изготовления не меняется просто берете лампу любой конфигурации любого размера естественно любой мощности от этого будет зависеть качество стерилизации эта лампа стояла в вентиляционной шахте и стерилизовала на воздух нам также понадобится электронный пуск регулирующий аппарат или в простонародье и про чтобы поджечь эту самую лампу в чем заключается смысл смысл заключается в том что кварцевое стекло у нас во много большей степени пропускает ультрафиолет чем обычное стекло соответственно вода у нас будет бежать по кварцевой трубке мы кварцевую трубку будем облучать ультрафиолетом у нас будет происходить процесс стерилизации то есть ничего сложного в этом нет ничего необычного ничего магического и запредельного приступаем к изготовлению нашего устройства сейчас мне необходимо будет сделать кожух который будет держать всю вот эту начинку вместе и воедино я напомню что у нас для того чтобы это все дело функционировал необходимо будет ультрафиолетовую лампу как можно ближе расположить кварцевой трубки да друзья и здесь естественно следует помнить что процесс стерилизации он будет менее эффективны чем если бы мы омывали водой лампу ультрафиолетовую но преимущество этого устройства от других двух заключается в том что здесь нет контакта прямого с какими-то греющимися или электрическими частями то здесь у нас вода входит и выходит и ничего внутри не остается все сухо ни капли прям туда не обронено будет и так я продолжаю отмечать размерять кожух для нашего устройства воспользуюсь обычным пвх пластиком да он под действием ультрафиолета деградирует но опытным путем было выяснено что он деградирует значительно меньшей степени чем выгорает лампа то есть лампа выгорает здесь быстрее чем этот корпус успеет разрушиться у меня первое устройство оно еще лежит потому что там лампа выгорела и когда-нибудь я вам покажу что стало с тем пластиком сейчас я размечаю линии сгиба продавливаю их плоской отверткой для того чтобы у меня линии сгиба были ровными без всяких зазубрин углов и заусенцев и начинаю греть феном строительным можно это все сделать на на газу можно над пламенем свечи здесь каких-то критериев нет но над свечой следует учитывать момент что слишком низко если подносить она будет дико коптить и можно покрыть волдырями наш замечательный пластик да друзья без проблем все это дело гнется поддается и отличным образом ваяется для того чтобы увеличить срок службы этого кожуха можно вырезать опалубку то есть по периметру и дно из стекла и вклеить на силиконовый герметик то есть у нас ультрафиолет он будет проходить через стекло в большей степени он будет стеклом пожираться и до пластика практически ничего не дойдет итак я продолжаю все еще гнуть наш замечательный кожух в принципе здесь можно использовать я думаю кабель канал для электрической проводки можно попробовать использовать здесь канализационные трубы пвх какие-то трубы то есть которые в принципе удобно друг друга вставляются и не нужно каких-то манипуляций физических с ними проделывать что-то там клеить ваять и прочее тому подобное сейчас я уже приступил к изготовлению боковушек боковин для нашего кожуха здесь необходимо помнить что боковушки должны содержать отверстия под входящие и выходящие шланги соответственно этот момент тоже не следует забывать потому что еще когда не вклеена эта перегородка отверстие проделать значительно проще чем когда вы уже ее туда вклеили отверстие я рисую карандашом вырезаю ножом обычным и в дальнейшем буду зашкуривать можно здесь в принципе просверлить супер острым сверлом чтобы у вас никаких заусенцев не осталось можно вырубить чем-то я думаю проплавлять не стоит потому что получается не совсем приятно на вид итак если вы вдруг нашли не кварцевую трубку а увеолевую трубку ее тоже можно использовать в чем заключается разница увеолевого стекла и кварцевого стекла увеолевое стекло увеолевые трубки они не пропускают еще и озона кварц он вроде как озон пропускает поэтому можете тоже использовать увеолевое стекло но отличным образом тоже ультрафиолет будет у вас пропускать итак я продолжаю сейчас здесь прорубать окна для нашего шланга который будет входить и выходить все это устройство мы будем навешивать на стенку аквариума в дальнейшем еще и крепеж сделаем но сегодня имеется ввиду поэтому не переключайтесь и соответственно я уже изготавливаю вторую боковую стенку вторую боковушку таким же абсолютно способом то есть размечаю и вырезаю и зашкуриваю расшириваю до необходимого мне диаметра лучше я вам скажу сделать диаметр запасом то есть больше потому что кварцевая трубка она хрупкая она редкая наверное редкая и наверное хрупкая я не проверял и в общем то чтобы обезопасить себя вот ненужных трат и ненужных поисков лучше подстраховаться и сделать отверстия под большего диаметра шланг и так сейчас я уже вклеиваю боковушки наши если не клеится можно немножко подать жару поддуть феном и в этом случае клей суперклей он будет в большей степени испаряться и у нас все это дело быстрее склеится я уже приступаю к сборке электрической части у меня здесь и про и про следует подбирать так чтобы она покрывала мощность вашей лампы в противном случае у вас лампа просто не разгорится можно использовать здесь не и про а про но нужен тогда стартер будет стартер вот здесь абсолютно ничего сложного нет схема нарисована на самой и при я использую ферроны потому что они показали себя с хорошей стороны в условиях повышенной влажности и шнур питания соответственно здесь обычный шнурок все это дело удобным образом вставляется фиксируется и и все то есть вы сейчас сами все прекрасно видите своими глазами то есть абсолютно ничего сложного в изготовлении этого светильника нет дальше я использую термоусадочную трубку для того чтобы мне обезопасить от соприкосновения наши контакты у меня нет патрона под эту лампу да мне он не нужен потому что я делаю формирую кольцо надеваю на усишки и закатываю в термоусадку в дальнейшем я еще капну туда суперклея немножко потому что термоусадка на в общем-то не очень прочно держится там нет никаких на этих усишках заусенцев чтобы наше кольцо фиксировалась поэтому не лишним будет капнуть термо капнуть суперклеем я так уже тысячу раз делал вот я сейчас делал прокапываю и также абсолютно поступаю со второй стороной вот она вся электрическая часть собрана ничего здесь колоссального нет отличным образом на эту кварцевую трубку надевается обычный садовый шланг сейчас мы все это дело пытаемся туда вставить продеть и вот тут то о чем я говорил то есть сделайте лучше отверстия побольше диаметром чтобы не возюкаться и потом не переживать что вдруг сможете сломать эту вашу кварцевую трубку то есть лучше подстраховаться и так трубку в деле уже уже выглядит все это дело симпатично и сейчас необходимо будет разместить нам электронную всю начинку здесь я прорезаю небольшой паз для того чтобы вывести сетевой шнур и я прогадал друзья я прогадала немножко с шириной нашего кожуха почему потому что у меня изначально планировалось что я про туда будет бачком вставать и в общем-то все эти составляющие будут друг за другом то есть кварцевая трубка затем ультрафиолетовая лампа затем я про но так не получилось поэтому пришлось уложить эпру на дно на нее положить к ультрафиолетовую лампу благо все это держится само без всяких лишних манипуляций то есть мне даже как какого-то крепежа здесь не пришлось разрабатывать сейчас сейчас мне необходимо будет сделать естественно крышечку для того чтобы обезопасить это устройство от попадания нежелательных слюней соплей и брызгов воды для этого мне подойдет отлично все тот же пвх вспененный пластик который я сейчас просто отрезаю проделываю паз и все и все друзья то есть это вообще просто изи конструкция это настолько легкотня легкотная что я думаю каждый из вас в состоянии ее собрать во много раз лучше чем я и так прорезаю пазы и у нас все это дело отличным образом сверху надевается конечно желательно здесь как-то более точным образом вырезать эти пазы чтобы не было каких-то щелей чтобы уж точно туда внутрь ничего не попало можно сделать здесь крепеж на магнитах естественно можно здесь на винтах каких-то на болтах но я этого не сделал сейчас потому что я делаю крепеж для того чтобы можно было повесить вот это все устройство на стенку аквариума то есть мне сейчас нужны будут такие г-образные штукенции г-образные детальки которые я приклею почему такой конфигурации потому что они ломаются значительно реже чем если бы я вот просто взял и согнул пластик да ничего здесь не гуляет то есть она жестко все это лежит сидит и клеится и держится на обычный супер клей я все это дело фиксирую желательно побольше все-таки этих г-образных крючков сделать для того чтобы ничего вас там не оторвалось никто не виснул и все вот оно наше супер устройство для кристально чистой воды а кристально чистая вода будет после того как вы подключите это устройство все это дело про стерилизуется прогоняется естественно все бактерии которые в воде есть и полезные и плохие они выгорают там вот соответственно поэтому нужно иметь мощный хороший фильтр с большим аккумулятором бактерий для того чтобы они потом в чистой воде могли нормально функционировать все на этом все с вами был aquaman увидимся совсем скоро в новых видео всем пока пока друзья и и и